Я Исай Владимир Юрьевич, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады 2-го стрелкового батальона в городе Димитров, Донецкая область, старший сержант в должность стрелок. Слевинский Виктор Анатольевич, Тернопольская область, Лановецкий район, село Юськовцы. Служу 24-й механизированной бригадой имени Короля Данила, 2-й стрелковый батальон, 4-й рот. Младший сержант, радиотелефонист. Я Ильдвицкий Олег Николаевич, Харьковской области, Лазовского района, его доброволь, рядовой. Прикомандированный 24-й механизированной бригаде, должность номер обслуги. Я истинник Анатольевич, солдат 24-го бригада, стрелок, Винницкая область, Глазинский район, село Някухит. Лисак Йогор Степанович, Ивано-Франківская область, Глазицкий район, село Золуково. Движко-службовець 24-ї бригади, 2-го стрелкового батальона. Передовий бойовий з ним медику взводу. Ковцу Назах Володимирь, боец 24-й механизированной бригаде, Татньово-Стрелецького батальона. Старший солдат, старший водій, Татньопольская область, Лучицький артен, село Єванюк. Донилюк Євген Євгенович, місто Чунівці. Другий батальон, 27-й стрелецького бригады, рядовий, стрелець. Адрализованный 27 февраля 23-го года, Татньопольская область. Перезавали меня ТЦК, способом таким примитивным закидали. В общем, насильно меня провезли в военкомат. Ну, в общем, поначалу предлагаю я откупиться. Ну, так как у меня денег нету, пришлось идти на войну. Привезли меня в часть этого в этот же день, 27-го числа, вечером. На следующий день подмандировали, и 4-го числа, 4-го марта нас перевезли командой 155 человек на полигон. Там есть такой в Борговской области, Немиров. Барда, как обычно, ничего не поменялось с тех пор, как я служил 10-го числа, 10-го мая. Я впервые попал на ноль, как говорят. Были варианты не попасть. Опять же, разлагали теплое местечко за деньги, то есть подальше от передоволь. Ну, так как у меня не получилось откупиться, пойти в армию, то откуда у меня деньги такие. В общем, попал я на ноль, а 19-го числа, 19-го июня этого года начался штурм российских войск. Ощущения несприятных. Меродроны, певишки, обстрел. В общем, страшно было очень. Со мной ребята, которые остались. В общем, решили мы, ну, я как по возрасту старший, но решили сдаться российским войскам. Приняли такое решение, чтобы остаться в живых. Спасибо нашему команду, они еще бросили нас на мясо. Вот, например, ребята со мной, которые были, только и другие подразделения направили. Первые же, на первых же днях они двухсотые. Это то, что я знаю. Ну, и так, холст рассказывая, что неподготовленных ребят бросают на мясо. Командование сказало, будет поддержка, но поддержки не было. Потому что должна была быть замена, что механизованный подразделил, мол, идти на час вверх, а нас нарячие подсветки. Мы обещали людьми. Казали, не паникуйте, будет все нормально, держитесь. Ну, в общем, так вот мы оказались здесь. Оксан, я живой, слава Богу. Со мной все хорошо, меня тут не обижают. Меня, со мной, ко мне относятся нормально. Дай Бог, может быть, я вижу сейчас скоро. Все будет хорошо. Олег, что ты бачите видео, я думаю, что нормально, я плену. Бог дай свежего, буду сюда. Ну, так как меня уже увидите, я, слава Богу, что остался жив. Все будет нормально. Я, слава Богу, что они неправильно с нами поступили. Мы, конечно, тоже не правильно с ними поступили. Мы можем перейти на бік у другого стороны. Нам за мной все нормально, живи здоровы только в полонне. Но, надеюсь, вернемся до дома. Живи и здорови. Коханый, все хорошо. Добрый день. Не хвилюйся. Ширидко повернемся до дома. Родители ждите. Я вернусь.